Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Накануне праздника в Самаре снова начали работать ярмарки. Горожане могут приобрести продукты без торговых наценок. Работать ярмарки будут с 9 утра до 6 вечера. Как идет торговля в первый день узнавала Анастасия Зубарева. Мед прямиком с пасеки. Деревенское мясо от 200 рублей. Колбасы, травы и соленья. На ярмарке на 116 километре. Выбрать есть из чего. Правда, приходить лучше с утра, пока основная часть товара не распродана. Надежда Шмунина торговать приезжает сюда не первый раз. Говорит, продать удается практически все. Мы рады, что департамент предоставил нам такую возможность поторговать на ярмарке. Бесплатно нам ярмарку организовали. Хотя бы мы свой товар можем приехать и спокойно продать. Люди готовы купить нашу продукцию. И фермеры не ошибаются. Продукты от производителей покупатели ждут с нетерпением и даже просят, почаще бы организовывали такие ярмарки. Мы очень довольны, потому что мы там туда далеко идти, а нам уже в возрасте тут очень удобно. Так и должно быть. Понимаете, потому что тот, кто производит, он и должен иметь прибыль, а не кому-то давать, чтобы на их труде люди делали свою. Я просто, ну, за тех, кто трудится, работает, и он пускай достойно получает. Продукция, вот привезли они, она более качественная и дешевле чувствуется вот по тем магазинам, которые рядышком. Здесь вот колбаски очень вкусные. Я уже три раза приходил, брал, потому что знакомым это тоже рекламирую. Они посылают меня уже, посылали два раза, уже брал. Так что вот это все очень, очень нужно это все. Предпраздничные ярмарки будут работать до 7 марта включительно на пересечении улиц Авроры и Аэродромной, Московского шоссея Нового вокзальной, а также на Пугачевском тракте 13. Анастасия Зубарева, Максим Гусев, События. Цветы, поздравления, улыбки – непременный атрибут рабочего дня перед самым весенним праздником, 8 марта. В преддверии Международного женского дня прекрасных жительниц Самарской области поздравил губернатора региона. Удивительно теплая праздничная атмосфера царила в Самарском театре оперы и балета. В них и нежность, и огромная сила, и полная самоотдача, как в семье, так и на работе. Светлана Гусева почти три десятка лет проработала в системе здравоохранения. Главврач 6-й Самарской поликлиники к сотрудникам и пациентам относится как к родным. Хрупкая женщина отлично справляется с огромной ответственностью руководителя. Я считаю, что русские женщины, как были героическими, так и остались. Помимо нежности, помимо красоты, помимо уюта, который они дают мужчинам, это еще и надежное плечо, надежная опора для мужчин. К самому весеннему празднику Светлана Гусева получила особенный подарок – звание заслуженного работника здравоохранения России. Почетный знак ей вручил губернатор Николай Меркушкин. В адрес женщин, врачей, учителей, работников культуры, промышленности, сельского хозяйства звучали самые теплые слова. Я хочу еще раз дать слова огромной благодарности вам за вашу работу, за вашу ответственность, за ваше терпение, за вашу, может быть, мудрость, там, где надо на себя брать вещи, такие структуры, может, даже как-то мужчина. Есть в зале совершенно особенные представительницы прекрасной половины человечества. В юности им пришлось трудиться на заводах, с поля боя уносить раненых, спасать жизни. Так они ковали Великую Победу. От имени президента России губернатор региона вручил им юбилейные медали к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в войне праздник будет мне награждать 70-летнюю Победу, медалью, да еще 8 марта, это не пересказать. Почетные грамоты и благодарность от губернатора получили прекрасные дамы, которые трудом доказали, что они далеко не слабый пол. И не потому, что рядом нет сильных мужчин, а потому, что рядом мужчины настоящие, которые всегда поддержат и помогут. Марина Кравцова, Павел Просняков, События. Поздравления звучат повсюду, даже на дороге. Сюрприз водителям прекрасного пола сделали сотрудники госавтоинспекции. Вместо штрафов – цветы, вместо нравоучений – веселые песни. Без вас бы не было написано ни строчки, Без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные жены, мамы, бабушки и дочки, От всей души примите вы поклон от нас. Спасибо большое за внимание. Счастливый день. Прекрасный голос. Спасибо за чудесные поздравления. Ксения Азыркина за рулем уже более 10 лет. Ездит аккуратно, правила не нарушает. Говорит, байки о женщинах за рулем необоснованы. Накануне 8 марта подарок от инспектора ГАИ зарядил позитивом на весь день. Очень приятно. Праздник наступил. Получить такие поздравления от прекрасного молодого человека в форме, с прекрасным голосом представителя власти, представителя государства. Для меня очень было приятно. Для Елены Царевой необычный подарок от сотрудника госавтоинспекции стал хорошим началом дня. Говорит, радостно получать из рук представителя правопорядка цветы, а не штрафы. Уверена, если водители будут более вежливыми, понять друг друга на дороге будет проще. Стараюсь уступать, пропускать, потому что я считаю, если доброта будет главенствовать у нас на дорогах, и мы будем уступать друг к другу, то будет есть гораздо приятнее, аварий будет меньше, соответственно, негативных эмоций тоже будет меньше от дороги, а только удовольствие будем получать. Сегодня некоторые женщины в водительском мастерстве превзошли многих мужчин. Представительницы прекрасного пола нередко работают в такси. В ГАИ говорят, сильной половине человечества можно во многом брать пример современных автоледи. Женщины более аккуратные, более вежливые, и поэтому очень многие автоледи уже получили официальные статусы профессионалы. Конечно, мужчины могут поучиться у женщин вежливости, ответственности и, конечно же, внимательности. Женщины-водители и сотрудники ГАИ сошлись в одном. Лучше, чтобы встречи на дороге были приятной неожиданностью, а не очередным поводом для беспокойства. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Мировые мамы, одновременные и прекрасные женщины. В канун самого весеннего праздника матерям детей с ограниченными возможностями в Центре семья промышленного района Самары при поддержке общественной организации «Парус надежды» решили напомнить, что такое хотя бы пару часов заботиться только о себе самой. Молодость улыбается весне. Этому празднику уже шесть лет. В этот раз студенты колледжа сервисных технологий и дизайна потрудились над созданием праздничного образа для почти 20 мам. Ставший уже традиционным, проект поддержали фотографы из Самарского музея фотографии. Все участницы получили не только памятную медаль «Лучшая мама Самары», но и профессиональные фотопортреты. Благодаря тому, что на улице солнышко, конечно, в каждой женщине просыпается та душевная теплота, то есть светло, которое она готова подарить всем окружающим. До 2020 года половина общественного транспорта городов-миллионников должна перейти на газомоторное топливо. Об этом сказано в послании президента России. Это не только экологично, но и экономично. Газ значительно дешевле солярки. В Самаре наказы президента уже реализуются. Автопарк муниципального предприятия «Пассажир Автотранс» пополнили 82 новых автобуса. В первый рейс отправилась и наша съемочная группа. Заходите, не стесняйтесь, заходите, пожалуйста, заходите. Новые автобусы вышли в рейс. Машины марки «Лиас» вмещают больше ста пассажиров. Самарцы уже оценили удобство нового транспорта. Низкие ступеньки, все чудесно. Нам это нравится, пожилым людям особенно. Как заходит, такое ощущение, что приятно, тепло и нормально. Не то, что с тем, какие-то маршрутки, сиденья, только железки. Это прямо удобно, хорошее. Новенькое, все видно, чистенько. И ощущения такие приятные, конечно, предпраздничные. Как раз накануне 8 марта очень приятно оказаться в таком автобусе. Новые автобусы начали курсировать на маршрутах номер 1, 34 и 50. Машины низкопольные, оснащены откидной аппарелью для удобства маломобильных граждан. Работают автобусы на газомоторном топливе, поэтому гораздо экономичнее и экологичнее дизельных. Да и управлять новыми машинами легче, признаются водители. Руль, правда, какой-то поменьше сейчас поставили. Раньше побольше было, сейчас поменьше стало. Лучше крутить и легче. Но рулевое управление легкое. Коробка скорости включается автоматически, в другом немножко. Но все равно все так же. Плавно идет. Всего в этом году автопарк муниципального предприятия «Пассажир Автотранс» пополнили 82 автобуса. Все машины приобретены за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Лариса Шалафас, Сергей Баскин. События. В Самаре завершился скандальный процесс по делу Героя России, бывшего начальника Сызранского филиала военно-воздушной академии Николая Ярцева, а также еще одного фигуранта дела полковника Николая Ченцова. Приговор огласили в военном суде. Подробности в нашем сюжете. Своих героев знать в лицо стране не суждено. Во время оглашения приговора, который зачитывался почти 4 часа, Герой России Николай Ярцев постоянно отворачивался от камеры. А после не желал выходить из зала суда, пока его не вывели оттуда с охраной. Согласны с приговором? В 2011 году против Ярцева и его подчиненного Николая Ченцова было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Экс-начальника Сызранского филиала военно-воздушной академии обвинили в вымогательстве денег у подчиненных. Ярцев отдал устное приказание Николаю Ченцову собрать с каждого сослуживца по 10% от премий. Среди них находились женщины-военнослужащие, которые воспитывали одни малолетних детей. Многие военнослужащие снимали квартиру, платили элементы, то есть внесли другие финансовые обязательства, по связи с чем сбор этих денег для них был существенным. А чтобы военнослужащие беспрекословно сдавали деньги, им сказали, что в противном случае премии они больше не получат. Сборы проводились трижды. В итоге со 174 человек Николай Ярцев получил более 1,2 млн рублей, которыми воспользовался по своему усмотрению. Суд признал подсудимых виновными. Ченцову присудили штраф в размере 50 тысяч рублей, Ярцеву два года лишения свободы и два года условно. Но по амнистии его освободили от исполнения наказания прямо в зале суда. Не лишили полковника и воинского звания, зато обязали вернуть сослуживцам все собранные с них деньги. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов, События. В Самарском областном суде вынесли приговор Алексею Косову и Александру Петрову. Напомню, их обвиняли в убийстве Анны и Евгения Олейниковых, тела которых в ноябре 2013 года были обнаружены в их квартире на улице Партизанская. Как установили эксперты, женщина была задушена, а в ванной лежало частично расчлененное тело ее мужа. Подсудимые скрылись в место преступления, завладев золотыми украшениями потерпевших, а также денежной суммой в размере 1 млн рублей. Скрывались они в городе Нефтегорске. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев подсудимых, а также, когда сотрудники полиции начали отрабатывать всех знакомых Олейниковых, стало известно о том, что не мог найти Косова и Петрова. Полицейские задержали Алексея Косова, а позже Александр Петров сам явился с повинной. Как установило следствие, у убитого Евгения Олейникова и одного из подсудимых был совместный бизнес. Алексей Косов свою вину так и не признал. Второй подсудимый признал частично. Тем не менее, коллегия присяжных вынесла обвинительный приговор. В итоге Алексею Косову назначили 24 года лишения свободы, 17 из которых он проведет в колонии строгого режима. Александр Петров проведет в колонии 20 лет. Спортом надо заниматься, а не дружить с ним. В Самаре заработала новая акция. Открытые уроки по здоровому образу жизни будут проводить представители администрации города. На одном из таких уроков побывала Марианна Мирная. Бегать, прыгать, подтягиваться и отжиматься Арсений Гвоздков начал с первых дней в школе. Свои 10 молодой человек точно знает, ради чего ходит в спортзал. Первоначально это накачаться, чтобы нравиться девочкам, иметь фигуру хорошую, быстро бегать. В последнее время здоровый образ жизни стал успешным трендом. И поколение 10-летних предпочитает играть в баскетбол, чем бездельничать на улице. Я получаю физическую нагрузку, которая мне очень нравится, силы больше придает. Я занимаюсь спортом только для того, чтобы добиваться вершин, чтобы стать великой спортсменкой. Мне не сложно. Первое занятие как-то было сложно, второе уже полегче. Но вот спорт нужен для мышц, чтобы никогда не болеть. То, что, например, утром разминку, пошел под холодную воду, облился и будешь здоров. 148-я школа – одна из тех, что попала в городскую акцию. Представители всех департаментов Самары будут ездить по учебным заведениям и проводить открытые уроки по здоровому образу жизни. Какие качества в жизни выработали и как они пригодились по жизни. Поэтому все это детям интересно, об этих качествах надо рассказывать. Я думаю, это им в жизни очень сильно поможет. Здоровая молодежь, здоровое будущее всей страны. И школьники с этим утверждением согласны. Ну и, конечно, приятно после веселых стартов получить подарки от администрации Самары. Лариса Шлафаст, Мария Анна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. На железнодорожный вокзал теперь можно прийти не только за билетом на поезд, но еще и на выставку. В холле открыли мини-музей, посвященный железной дороге. Какие экспонаты можно там увидеть, расскажет наш корреспондент. Уважаемые пассажиры, ваш поезд задерживается. Пожалуйста, пройдите на выставку и проведите время с пользой. В здании вокзала торжественно открыли экспозицию об истории железной дороги. Ее развитие связано с именем императора Александра Третьего, который по трагическому стечению обстоятельств погиб от последствий железнодорожной катастрофы. Для меня лично эта выставка носит еще и отдельный человеческий характер, поскольку именно в царствовании эпохи Александра Третьего, мои предки, мой прапрадед, приехал жить в Самару. Я родился потом, мой прадед, родилась моя бабка и пошла, собственно, моя дальнейшая будущая жизнь. Поэтому здесь, в этой выставке, есть какая-то частица и моего человеческого отношения к тому, что происходило. Экспонаты для выставки предоставил самарский коллекционер Дмитрий Хмелев. В частной коллекции поклонника железных дорог фотографии, документы, элементы униформы, марки, значки и личные вещи разных периодов развития железной дороги. Сколько я себя помню, все мое детство и юность проходила вблизи железной дороги. Но не получилось мне связать свою жизнь с железной дорогой, немножко пошел по другому пути. Но уважение к вашему труду у меня, наверное, осталось на всю жизнь. Выставка на Куйбышевской железной дороге приурочена к 170-летию со дня рождения российского императора Александра Третьего. В свое время именно он учредил праздник День железнодорожника. Именно при нем железные дороги начали национализироваться и стали принадлежать государству. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. В Самару пришла весна в стиле батик. Выставка шелковых картин, расписанных самарскими мастерицами, порадовала горожан яркими красками и причудливыми сюжетами. Гостей, пришедших на открытие, ждал приятный сюрприз. Весна не только на календаре. В душе. Святые пейзажи, персонажи из детских сказок. На выставке более 30 картин. Авторы весенних сюжетов в стиле батик – девушки с символичными для города фамилиями. Алена Самарцева и Дарья Ширяева. Чтобы творчество нашло отклик в сердцах людей, важно, считает Алена, обрести гармонию. Говорит, у любой женщины в душе должна жить весна. Вот та весна, которая в нас живет, она периодически прорывается на наши холсты, на ткань. И вот эта радость, которую мы сами испытываем, мы ее, конечно, дарим. Потому что женщина так устроена, она всегда дарит. Она дарит любовь, дарит свет, дарит счастье. Помимо картин, Алена расписывает одежду и предметы интерьера. На выставке представлены платья и платки, сделанные руками мастерицы. Одна из самых талантливых ее учениц, Дарья Ширяева, говорит, кроме батика, Алена научила ее иначе чувствовать мир и воспринимать себя. Творчество, считает художница, это стиль жизни и возможность раскрыть новые горизонты. Рисовать Дарья никогда специально не училась. Это только импровизация, которая есть, и это то, что идет из души. Это твой внутренний мир, который ты передаешь на полотно, ты передаешь на платье, ты передаешь на шарфы. Это те эмоции, которые ты даришь людям. Одежду, созданную в стиле батик, девушки с удовольствием носят сами. После модного показа шелковых платьев и платков, все желающие могли приобрести вещи ручной работы. Вот этот шелковый платок создавался с использованием узелковой техники. То есть сначала завязывали узелок, его раскрашивали, и в результате получился вот такой вот армейк. Здесь мастера сначала наносили контур, затем раскрашивали серединку. И теперь вот у нас есть такой модный платок, который украсит гардероб любой девушки. Отзывы благодарных посетителей не заставили себя долго ждать. Мне очень нравится, потому что картины всегда передают внутренний мир художника все-таки. И очень такие насыщенные цвета используются. То есть это говорит именно об авторе, как вот мы можем считать, можно сказать, его эмоции именно с холста. Это очень интересно. Поэтому здорово, что у нас в городе есть такие талантливые люди. Алена и Дарья уверены, картины в стиле батик и новая коллекция одежды помогут самарским женщинам расцвести этой весной. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Телефон редакции 202-11-22, наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самарагис на экранах смартфонов и планшетов. Всего вам доброго и хороших выходных! Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самарагис. За год сахар в России подорожал почти на 70%. При этом только за январь 2015 года стоимость сахара поднялась более чем на 19%. Такие данные приводит Минэкономразвитие. В ведомстве пояснили, что сахар дорожает из-за снижения сбора свеклы. Что касается роста цен на непродовольственные товары в России, то в январе 2015 года они установили 15-летний рекорд. Стоимость выросла более чем на 11% в годовом исчислении. В ведомстве объяснили это сильной зависимостью непродовольственных цен от импорта. Министр труда и социальной политики Максим Топилин сообщил о плановой индексации социальных пенсий на 10,3% с 1 апреля 2015 года. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения свыше 3 миллионов 700 тысяч пенсионеров, из которых свыше 3 миллионов человек – получатели социальных пенсий. В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 777 рублей и составит 8 311 рублей. С конца марта для российских туристов могут быть введены специальные цены в Турции. Среди предложений сумма субсидий в размере 6 тысяч долларов на каждый российский самолет. Эта сумма составляет примерно 45% стоимости чартерного рейса. Введение правительством Турции субсидий на чартерные авиарейсы, которые формируют российские туроператоры, позволит некоторым участникам рынка избежать банкротства. Вопрос с введением спеццен для российских туристов пока находится в проработке и будет решен с 10 по 20 марта. Кстати, в битву за туристы могут вступить также Греция, Италия и Чехия. На сегодня это все. Хороших выходных! Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Пауэрлифтер Андрей Коновалов защитил титул чемпиона страны. Самарские легкоатлеты завоевали два серебра на первенстве России. Ветераны волейбола определили чемпиона области. Областной турнир по волейболу среди ветеранов 40+, собрал на паркете команды Алексеевского, Нефтегорского районов, городов Отрадной, Самары, Тольятти. В финале встретились любительские коллективы Автограда и Самары для выявления чемпиона. Соперники сыграли три партии. В итоге первое место у Тольяттинца, второе у Самарцев, бронзу у команды Таркет. Лучшим игроком турнира стал Владимир Калинин. В Волгограде на первенстве России по легкой атлетике в помещении самарские юниоры завоевали две медали. В беге на 60 метров с барьерами Анастасия Николаева заняла второе место. Победительнице она уступила всего лишь две сотых секунды. Вадим Врублевский завоевал серебряную медаль в прыжках в высоту. Он улетел на 2 метра 18 сантиметров. Во Владивостоке завершился чемпионат России по пауэрлифтингу. В весовой категории свыше 120 килограммов победу одержал самарский троеборец Андрей Коновалов. В приседании ему покорились 437,5 килограммов. 335 килограммов на штанге он выжил лежа на скамье. В становой тяге Коновалов отдохнул, подняв всего 337,5 килограммов. В зачет пошла общая сумма – 1 тонна 110 килограммов. Тем самым самарский богатырь защитил титул действующего чемпиона России. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова